А в Петербурге из урагана и проливного дождя сверху падают уже не только осадки, обваливаются потолки. А в Петербурге из урагана и проливного дождя сверху падают уже не только осадки, обваливаются потолки. Упал прямо рядом с женщиной. На месте события сейчас корреспондент Life78 Аделия Сатарова. Аделия, здравствуй. Выяснили уже, что случилось-то с потолком? Почему-то эти плиты вдруг обрушились. Да, Элен, привет. Но в этом предстоит еще разобраться. Самое главное, что сотрудница не пострадала, но весь масштаб разрушений мы можем сейчас видеть. В прямом смысле потолок оказался на полу. Вот такие вот огромные плиты, они достаточно тяжелые, да и ткань теперь эта служит скорее перегородкой, чем потолком. Вообще все крепилось вот на эту стену. Но делалось это достаточно необычным способом. Но вот, как мне кажется, такие вот тонкие саморезы не совсем способны удержать такую тяжелую массу. Но и до сих пор здесь находиться достаточно опасно, потому что вот к этой стене, эта ткань и вся эта конструкция крепилась подобным образом. И здесь есть и лампы, и кондиционеры, они тоже в любой момент могут отвалиться. Но вернемся в прежнюю точку. Здесь у нас есть Екатерина, она и стала очевидцем этого произошедшего. Екатерина, ну расскажите, что же здесь случилось? Здравствуйте, здесь у меня до прихода клиентки, я буквально отошла за стойку, услышала шум и моментально сорвался потолок и полетел в мою сторону. Благо, что вот действительно я находилась за стойкой и всю конструкцию держали наши столы, иначе бы просто нас убило бы. Скажите, сколько времени провисел этот потолок новый? До этого были ли слышны какие-либо трески? Буквально два месяца с момента того, как они сделали, да, как бы особо ничего мы не замечали, но сегодня рванул. Спасибо, Екатерина. Ну вот действительно, все произошло еще за несколько минут до открытия салона. Ну вот здесь мы видим раз рабочее место, два рабочее места и три рабочее места. Ну а вся эта конструкция пролетела просто над всей этой студией. То есть если бы здесь люди, то были бы люди, то действительно возможно были бы пострадавшие. Но вот если сюда в уголок зайти, то и здесь также видны вот такие вот обломки и ведра, столы, лампы, все помялось. Ну после того, как все случилось, в данное место был вызван адвокат. Антон, Антон, скажите, пожалуйста, что вы дальше будете делать с этим? Я думаю, дальше последует обращение в прокуратуру. Соответственно, прокуратура уже в рамках своих функций будет реагировать и проверять, насколько безопасен целый торговый комплекс. Поскольку здесь находятся люди, здесь не только работают люди, но и приходят за покупками люди, в том числе дети. Случись такое в рабочее время, естественно, были бы достаточно серьезные жертвы. Поэтому такие вещи, конечно, надо пресекать и прокуратура, на мой взгляд, должна реагировать. С руководством центра связывались? Как они реагируют? Руководство центра выразило свое достаточно наплевательское отношение к произошедшему и сказало, что до понедельника они этим вопросом заниматься не будут. А уборку хотя бы здесь кто-нибудь будет производить? Уборку, предложили провести уборку, но я думаю, что надо это оставить до того момента, как это все будет зафиксировано уже нашими органами. Потому что здесь и сами конструкции достаточно массивные, да, и, конечно, нужно понимать, потому что когда речь идет о том, что просто упал подвесной потолок или натяжной, да, никто не понимает, что за ним вслед летела еще достаточно весомая конструкция. Да, спасибо. Но сейчас руководство салона ждет дирекцию и руководство уже всего торгового центра и также будет решаться вопрос о том, будут ли отсюда переезжать аренда-съемщики, то есть те, кто снимал помещение под салон или же здесь будут все ремонтировать. Элина. Аделя, я бы хотела у тебя уточнить, и чтобы ты у Антона тоже спросила. То есть вот этот ремонт, вот эти потолки вешали не сотрудники, не владельцы вот этого конкретного салона маникюрного, да, а руководство торгового центра. То есть можно полагать, что весь торговый центр вот на таких вот хлипеньких саморезах держится, да, и не хочет ли Антон, например, стоять на том, чтобы торговый центр был закрыт вообще до выяснения обстоятельств и для проведения проверки, потому что в воскресенье, завтра еще, может быть, там сотни покупателей туда придут, да, и все потенциально рискуют жизнью. Давайте действительно это уточним. Ну вот место, где обвалился потолок, действительно, сейчас простаивает, салон закрыт, всех посетительниц обзвонили и предупредили, что запись их теперь недействительная. Ну вот, Антон, уточняю еще такой вопрос. Скажите, этот потолок крепили именно сотрудники торгового центра, а не сами работники этого салона? Этот потолок крепился по указанию, соответственно, администрации торгового центра. Это не самодеятельность арендатора. Но можно ли сделать вывод, что весь торговый центр построен так, что он в любой момент может свалиться? Можно сделать вывод, что в данном конкретном случае нарушалась технология устройства потолка. Возможно, такие же ситуации есть и в остальных местах торгового комплекса. Но не хотите, например, вызвать полицию, чтобы они здесь все зарегистрировали и вообще закрыли торговый центр на время? Дело в том, что такие действия возможны только по решению суда. Соответственно, решение суда возможно уже после того, как прокуратура начнет действие по этому факту. Ну, то есть опять проволочка в любой момент все может свалиться? Безусловно, будет проволочка, но при остановлении деятельности торгового центра по решению суда оно возможно. Да, Элина, ну вот теперь будем уже следить за тем, как развивается эта история и какое решение здесь примет суд, либо же администрация этого торгового центра. Элина. Да, Аделия, спасибо большое. Будем ходить по торговым центрам и сидеть на маникюре и поглядывать теперь наверх, прислушиваться, все ли там с потолком, с подвесным в порядке. На прямой связи с нами была корреспондент Life78 Аделия Сатарова.